Всем привет! Находимся на канале Кову. И в этом видео я хочу вам показать все свои новинки за последний месяц или даже два. Просто я не снимала видео, и поэтому почему бы их не показать в обзоре. И, кстати, как вы заметили, теперь мой канал называется не Флаффи Хамстера, а Кову. И я назвала его в честь вот этого кота. Вот. Его зовут Кову, поэтому у меня и канал тоже так называется. Начну я свой обзор с этой шиншивы. Она у меня появилась где-то два месяца назад. Вот. У нее очень красивый окрас и красивые глаза. И какие-то такие красные или карие. Вот. У нее серенький магнит. И голова у нее пружинит. Вот. Я ее купила достаточно дешево, за 350 рублей. Но у нее есть какие-то дефекты, зеленые точки возле глаза. И носик немного потерт. Но, тем не менее, она мне очень нравится. Дальше у меня появилась вот такая вот лиса. Она очень красивая. У нее безумно милые зеленые глазки. Вот. Она в хорошем состоянии. Только у нее есть пару дефектов, которых я не знала. Не знаю, видно их или нет. Но у нее на челке есть какие-то желтые полоски. А также у нее одно ушко немножко потерто. Вот. Думаю, так заметно. У нее нет магнитика. Она оригинальная. Вот такая вот лисичка. Умите, с этой лисичкой я купила такую вот шапку. Но у нее какое-то красное пятно. И оно очень заметно. И эта шапка, она вообще не идет этой лисе. Но зато она идет рукой, которую я сейчас вам покажу. Раз уж я начала говорить про лис, то я покажу вот эту вот лису, которая у меня появилась вчера. У нас обмена. Вот она в идеальном состоянии. Она прям вот очень красивая. Я думаю сделать символом канала. И, кстати, у меня это не лиса, а лис. Хотя до этого я говорю лиса. Вот. Просто я никак не вижу в нем девушку. Поэтому это будет лис. У него серенький магнитик. И шарнир у него тоже хороший, даже отличный. Также с обменом у меня появился вот такой вот пудель. Он очень красивый. Я его безумно хотела. Вот у него серенький магнитик. У него хорошее состояние. У него просто на глазу какая-то царапинка. Я не знаю, ее видно или нет. Потому что фокус не фокусируется на такая желтая маленькая царапинка. Вот. Но это даже незаметно, если не приглядеться. Этих двоих я меняла на красного дракона. Я осталась очень довольна и ничуть не пожалела. Потому что лис и пудель очень классные, а дракон мне уже надоел. И в подарок мне положили вот такие вот аксессуары. Теперь я хочу показать вот такого чудесного белого пуделя. Мне безумно нравится эта форма. Поэтому тут в этом видео два пуделя. И они очень красивые и очень милые. У нее хорошее состояние. И голова у нее вообще отлично пружинит. Только они не особо устойчивые. Да. Сейчас она не падает, но в жизни она падает. Вот. У нее есть тоже серенький магнитик. И ей очень идет эта бирюзовая юбка. Прям вообще идеально подходит. К этому пуделю в подарок положили вот такие вот косточки. И последний пэт на сегодня, который я вам покажу, это такая вот полустоячка. Она оригинальная. Я ее редко встречаю в виде оригинала, еще в таком хорошем состоянии. Вот. Она почти в идеальном состоянии. Просто у нее есть какое-то маленькое красное пятнышко. Не знаю, заметно или нет. В жизни оно вообще практически незаметно. Но все же оно есть. Для этого я в подарок к ней положила вот такой вот шарф. И вот такую шикарную пышную юбку. Прям вот она вообще очень пышная. Но она очень круто смотрится на пэть. Мне безумно нравятся ее такие светло-голубые глазки и белый окрас с черными полосками. По мне это выглядит безумно круто. Она очень похожа на белого тигра. На этом было все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok